Видео создано при поддержке букмекерской конторы MarathonBet, на сайте которой вы можете сделать ставки на множество событий по самым высоким коэффициентам. MarathonBet. Официальный беттинг-партнер футбольного клуба Манчестер Юнайтед. Присоединяйтесь по ссылке в описании. О, привет! Я Артём, и моё второе имя... У меня нет второго имени. О, привет! Я Саша, и моё второе имя... Победа! Ха-ха! Не буду спорить. Ты даже на чемпионате мира по ударению в грязь лицом... Не ударил бы в грязь лицом. Оба этих полузащитника удивительно универсальны и могут сыграть практически на любой позиции в полузащите. Неизменно одно. Их действия направлены на успех команды в атаке. Как всегда, оцениваем по правилам бокса за каждый раунд. Победитель получает 10 очков, проигравший 9 в конце. Суммируем. Всего 15 раундов. Кто круче? Ройс против Дебройне. Раунд первый. Статистика. Так, Тём, давай сразу скажем, что Ройс старше на 2 года, и он чаще стремится завершать атаки. А вот Дебройна, Дебройна играет на команду. Вообще-то, Ройс тоже играет на команду, и ещё как. К 27 годам 381 матч, 148 голов и 89 голевых передач. Забивает почти в каждом втором матче, как топ-форвард, но при этом отдаёт много передач. Это ты называешь много? У Кевина к 25 годам 352 игры и не намного меньше, потому что твой хвалёный Ройс всё время травмируется и пропускает матчи. Так вот, меньше голов 81, но при этом 130 голевых передач. Это в полтора раза больше, чем у Ройса. И кто играет на команду, а? Судя по всему, наверное, тогда Кокорин. Он же вроде тоже впереди, но почти не забивает. Погоди, что Кокорин-то сразу? Кокорин молодец, вон он уже готов выходить на европейский уровень, адаптировался к Англии. Чего? Где это он адаптировался к Англии? Ты чё? В смысле? Ты чё не видел? Вон он уже по левой стороне дороги начал кататься на машине, чтобы привыкнуть к Англии. Так вот, что он сказал в прокуратуре. 9-9. Ничья. Раунд второй. Дриблинг и техника. О, Дебрёна невероятно технически одарённый футболист. Очень быстро думающий и принимающий верные решения. Мяч буквально слушается его. Бельгиец умеет всё от эластика до рабоны. Неудивительно, что соперников один в один Кевин обыгрывает чаще, чем Марко. Вот так. Слушай, ну разница вообще минимальна. Когда Ройс в форме, он финтит не хуже. Да и вообще, если в дриблинге немного выигрывает бельгиец, то в технике немец. Немецкая техника вообще в порядке. Ты чё? Марко с лёгкостью меняет направление движения. Классно играет пятками. И главное, его ноги работают гораздо быстрее, чем у оппонентов. Именно поэтому Ройс в одиночку может пройти несколько соперников и по пути прокинуть мячем между ног. Так, чё, у нас опять ничья, что ли? Ну а пока даю тебе расслабиться. 9-9. Ничья. Да, пока наше противостояние похоже на какой-то товарищеский матч. Да ладно, не дрей, всё будет нормально. Ты же знаешь, миниатюру батя фигни не скажет. Нет. Сейчас мы покажу. Миниатюра батя фигни не скажет. Бать, скажи фигню. Ха. Нет. Раунд третий. Надёжность. Ну, вообще-то оба футболиста довольно часто рискуют. Ну, катать вату это не их дело. Так что у обоих по две потери каждую игру. И тем не менее, вероятность невынужденной ошибки у Дебрёйна выше. Пусть не намного, но всё же. А вот если против бельгийца играет сильный соперник, пиши пропало. А-а-а, оппоненты обыгрывают рыжего парня из Манчестера в два раза чаще Марка. И он ничего с этим поделать не может. Десять девять. Ройс. Тём, кстати, как ты думаешь, если мы сравним Дебрёйна и Дебрюйна, кто победит? Кто вот, как чаще произносят? Ну, я думаю, что это хороший вопрос, но я думаю, выиграет Ройс. Какой вопрос? Ты слышал мой вопрос вообще? Да, конечно. И что я сказал? Повтори. Ты слышал мой вопрос вообще? До этого. А. Ну, ты эгоист. Да ладно, ну ты чё? Ты чё меня не слушаешь? Слушай, я люблю тебя, ну ты чё? Опять я. Ты только о себе и думаешь. Я, я, я. Везде я. Я? Ты. Раунд четвёртый. Игра головой. Вообще-то головой в Баруси и Манн-Сити играют другие. А эти в основном подают на голову. У меня во дворе вообще-то говорили на головку. Давай лучше будем на голову. И вообще у обоих игроков лишь по одной выигранной верховой дуэли в воздухе за два матча. Даже несмотря на высокий рост, оба проигрывают больше 70% единоборств в воздухе, потому что это не их задача. Погоди, а почему всё же на голову-то, ну если на головку, правильно? 9-9. Ничья. Слушай, Тём, реально какие-то невоинствующие футболисты в этот раз попались. Блин, ну если ты хочешь реально настоящей драки, то я не знаю, ну позвони спартанцам каким-нибудь. Они же разбираются там в военных действиях. Да я пробовал, до спартанцев невозможно дозвониться. Они постоянно сбрасывают. Алё, алё, спартанец! Раунд пятый. Удар. А вот тут, Тёма, шансов у тебя и Ройса никаких. Есть, Саша, ещё какие, потому что игроки наносят примерно одинаковое количество ударов за игру. Но для одного гола Марка требуется 7 раз пробить проворотом соперников, а Рыжему из Манчестера 11. Да твой Ройс бьёт в основном и штрафной. Конечно, будет легче. Это ничего не значит. У Дебройна очень сильный и поставленный удар. И гола издалека одна из его главных фишек. Вот не надо. У Ройса удар точно не хуже. Пусть из-за пределов штрафной он бьёт реже, но это только потому, что таков стиль его игры. Зато у Марка очень точный удар. Он классно кладёт корпус и мячи залетают в притирку с каркасом ворот. То есть у обоих крутой удар. Совершенно верно. Но у Ройса круче. Нету Дебройна. 9-9. Ничья. Вообще защищать и болеть за Дебройна это попса. Так все делают, это не круто. Вообще-то Ройс не лучше в этом плане. Да и вообще попса бывает разная. Ну уж нет. Попса это бич нашего поколения. Ты посмотри, она везде. Как вообще можно её любить? Каждое лето слышно из каждого кафе, ресторана. Из бара, бара, бара. Бери, бери, бери. Да ты сам мыслишь стереотипно. Ты должен посмотреть на музыку поглубже. Подача собственного носа, носа, оси, мосеми, мата. Раунд шестой. Скорость. Ты же понимаешь, что даже вот рот открывать в этом раунде тебе не стоит. Ройс один из самых быстрых футболистов мира. Если он разгоняет атаку, это похорон. А Дебройна легко догоняют в ВПЛ даже ветераны. Скорость бельгийца одна из его самых слабых мест. 10-9. Ройс. Раунд пятый. Удар. Короче. О боже. Как же хорошо было, когда ты молчал. Это был первый и последний раз в нашей программе, когда я молчал. А вообще лучше сейчас помолчать тебе. Потому что точность у футболистов примерно одинаковая. Но Дебройна при этом делает на 13 точных передач больше каждую игру. Что там я слышал? Барса хотела Ройса купить? Это шутка? Твоя что ли? Хотя слишком бессмысленная. По-любому твоя. 10-9. Дебройна. Ну еще бы. Спорим о пасе, где есть человек в соревнованиях, который тренирует свой человек, у которого в отчестве Пасович, по-моему. Ну и что? А то, что тут могла бы быть шутка про справедливость, но ее нет. Раунд восьмой. Игра на команду в Атате. Ну тут Ройс победит 100%. Баруси с ним и без него две разные команды. Ага. А что было, если бы в Баруси был такой великий игрок, как Дебройна? Бельдеец чаще делает проникающие передачи. В три раза чаще длинные передачи. По этому показателю он вообще один из лучших в мире. Кевин в полтора раза чаще отдает ключевые передачи под удар и в два раза чаще совершает точные навесы. Да и вообще, ты видел, как он подкручивает мяч? На это же можно смотреть вечно. Это же новый Дэвид Бэкхэм. Мяч прилетает точнехонько на голову партнеров по команде. Что ж такое? На головку же, ну? Да на голову! Это оружие бельгийца, против которого нет защиты. И научиться так навешивать невозможно. Должен быть природный талант. Полный разгром. 4-0. Да. 10-8. Дебройна за явным преимуществом. Слышь, ты нормальный вообще? Второй выпуск подряд 10-8 в твою пользу в каком-то раунде. Это не нормально? Ну, Тём, отнесись к этому по-философски. Есть люди, у которых стакан наполовину пуст, а есть у которых наполовину полон. Так, хорошо. А у Ройса? У Ройса стакан наполовину травмирован. Раунд девятый. Игра на команду в обороне. А вот тут уже и узнаем, кто действительно более командный игрок. Да, давай. Выносов из штрафной футболисты производят одинаковое количество. А вот отборов и перехватов Марка выполняет больше. Во многом, потому что он быстрее. Удивительно, правда? И забивает больше, и обороне помогает больше. Просто невероятно, а? Так, Тём, погоди, почему я этот раунд опять молчал? Десять девять. Ройс. А я, кстати, знаю, почему ты молчал этот раунд. Ну? Вот знаешь, как убить десять мух одним махом? Только по сказке, а так нет. Надо ударить по защитным характеристикам Дебрёйна. Там даже, как бы, побольше мух будет. Фу. Раунд десятый. Физика. Ха-ха. Может, мы ещё Абуди Аби сравним? Не, Ройс, конечно, парень быстрый, но с физикой у него явные проблемы. Во-первых, игрок постоянно травмируется, и последний раз он когда вообще выходил на поле? Лет 16 назад. А вот Дебрёйна практически не травмируется, а ещё он мощнее и выносливее. Ройс физически тоже хорошо одарён. Я не согласен. И тем не менее, каждый матч бельгиец пробегает на полтора километра больше. И сбоев не даёт, как качественный немецкий мотор, только собранный в Бельгии. 10-9. Дебрёйна. Вообще, история травм Ройса очень грустная история. Когда о нём говорят, мне вот прям хочется плакать. Да, понимаю. У меня вот сеструха раньше в отношениях была и тоже постоянно плакала. Что, с козлом с каким-то встречалась? Да нет. С луком. Раунд 11-й трофеи. 6. Включая кубок и суперкубок Германии с Вольсбургом, в завоевании которых Кевин принял важнейшее участие. И три титула из Бельгии с Генком. Но это лучше, чем Жалки-2, суперкубка с Барусией. Причём, что в тех матчах клуб участвовал только потому, что Дортмундсы заняли второе место, а все трофеи в Германии взяла Бавария. Перешёл бы, кстати, к Шмелям Ройс на годик пораньше, был бы чемпионом. А так с ним не могут стать чемпионами. 10-9. Дебрёйна. Раунд 12-й. Личные награды. Дважды лучший игрок сезона в Бундеслиге. И по одному разу лучший ассистент чемпионата и лучший футболист Германии в 2012-м. Смотри. Один раз лучший игрок сезона в Бундеслиге. И лучший ассистент. А также лучший футболист года в Германии в 2015-м. Приехал на годик и всех уделал просто. Символическая сборная сезона в Европе 2013. И пять раз символическая сборная сезона в Бундеслиге. С. Стабильность. С. Травмами. 10-9. Ройс. Раунд 13-й. Цена. Максимально Марка стоила 50 миллионов. Пару лет назад, но сейчас его трансфер оценивают в 40. 65. Прямо сейчас. И дальше будет ещё больше. 10-9. Дебрёйна. Раунд 14-й. Доходы и популярность. Дружище, а ты видел обложку 17-й FIFA? Может, как бы сразу закончим раунд, нет? Не дождёшься. Сейчас игроки получают по 10 миллионов евро в год. Но при этом у Дебрёйна предусмотрены многочисленные бонусы за удачную игру. И он их исправно зарабатывает. Зато Марка то же самое компенсирует контрактами со спонсорами. Он лису FIFA и Puma. Да и вообще болельщики Ройса обожают. В Инстаграме у него в два раза больше подписчиков. В Твиттере в три. Потому что даже несмотря на травмы, все понимают, насколько он крут. 10-9. Ройс. Друзья, а сейчас слово передаётся моему коллеге Артёму, который расскажет, что Марка Ройс настолько крутой игрок, что может и полезно сидеть с травмами и становиться самым крутым и любимым футболистом Европы. Потом последует какая-нибудь шутка от меня, типа, а ты, твой Ройс, идеально подходит для Арсенала, вернее для его больничной койки. А Артём что-то, что-нибудь громкое, крикнет и скорчит морду. Пожалуйста, Артём. Обалдел, что ли мы? А сейчас, как обычно, дополнительный изменяемый раунд. И сегодня выпадает параметр порядочность. Тём, слушай, ну посмотри на Кевина, но это же самый порядочный из правильных парней, которые могут быть. Только его поступки говорят об обратном. В 2013 году Кевин расстался со своей девушкой Каролиной Линен, как оказалось, потому что она изменила ему стебо-крутуа. И сейчас игроки сборной вообще не общаются. Ну и правильно сделал, что в этом непорядочного? Да то, что, как утверждает Каролин, перед этим Дебрёйна изменил ей с её лучшей подругой, и девушка просто решила отомстить. А ещё они с Кевином договорились тихо расстаться, никому не рассказывать о случившемся. Но Дебрёйна написала об измене девушки Скурта в своей автобиографии, чтобы повысить её продажи. Книги, а не девушки. Нет. В итоге разразился скандал на всю Бельгию. Это правильно, по-твоему? И чё, сама виновата, не надо было изменять. Да и вообще, если сравнивать с Ройсом, скандалов с изменами у него не было. Врагов сборной у него нет. Да и вообще, Марко один из самых преданных футболистов современности. В век, когда всё решают деньги, он сохранил верность родной Боруссии. И единственный из её лидеров так её и не покинул. Серьёзно, пожертвовав возможными трофеями, но приобретя всеобщее уважение. И во многом, благодаря идеальной репутации Ройс, попал на обложку FIFA 17. Ну, скоро там будет Дебрёйна. Ну, годика через два. Я не куплю. Буду в 17-ую. Пес будешь играть. Да. 10-9. Ройс. Итак, общий счёт. 140-140. Впервые в нашем шоу. Ничья. Потому что соперники очень равные. Но у Кевина есть одно очень важное преимущество. Возраст. Он пока очень недооценён и зря. И в отличие от Ройса, он ещё прогрессирует. Если будет так же продолжать, очень скоро войдёт в число номинантов на золотой мяч. Марко подпортили статистику в последние сезоны с частыми травмами. Но я уверен, его пик ещё впереди. И по таланту Дебрёйна с ним, ну, вообще не сравнится. Ну что, здорово же, когда побеждает дружба. Ну-ну. Представляю довольные лица зрителей, которые 15 минут смотрели на все эти цифры, а получили дружбу. Чё ты всё время к хрономентражу продираешься? Ты сам мог бы свой кек Юнайтед сделать хотя бы минут 10? Ну, вообще-то, однажды я смотрел кек, который длился 64 минут. Да ладно? Ну, хотя в этот момент просто как бы часы переводили на летнее время. То есть ты смотрел в три ночи? А чё ещё в три ночи делать? Друзья, как всегда, пишите, кто из игроков круче по вашему мнению и почему. И голосуйте в нашем опросе вот тут сбоку. Хоть там решим, что круче Дебрёйна. Ха-ха-ха, Ройс. Пишите, каких футболистов хотите сравнить в следующий раз. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях, а заодно на наши инстаграмы. Ссылка на всё внизу. Мой последний топ-10 о самых успешных командах в истории Лидии Чемпионов. Ты знаешь, как это интересно. Это невероятно. Посмотри, да. Вот здесь вот, тыкай. А мой новый выпуск Кек Юнайтед, ты знаешь, как это интересно, тут, гарантирую, будет смешно. Артём Нечаев. Александр Журавлёв. Носите голубое, как Манчестер Сити. Любите розовое, как женщины, которые любят розовое. Как владелец Палермо. Пока. Оспорте ТВ. Оспорте ТВ надо сказать потом пока. Ты чего?